Приветствую друзья, вы на канале Мой Лачете и сегодня реальный случай, который может спасти ваши нервы и деньги. Один из наших подписчиков по имени Андрей прислал интересную историю про свой автомобиль Chevrolet Lачете с мотором 1.6. С виду простая проблема троить мотор, но решение оказалось неожиданным. Так что если на вашем моторе перестали работать два цилиндра, не спешите в магазин за новой катушкой. Сначала посмотрите это видео. Итак, краткая история Андрея. Андрей не так давно стал обладателем этой машины, но сразу после покупки по приезду домой машина начала выдавать сюрпризы. А именно с постоянной периодичностью на машине просто отказывало два цилиндра из четырех. Логично было заподозрить катушку зажигания, так как на данном автомобиле установлена система зажигания диск, в которой одна катушка работает на два цилиндра. По такому же пути пошел и Андрей. Он заподозрил катушку зажигания, купил, но не помогло. Долго думал, ходил вокруг машины, все перепробовал и решил залезть в блок управления двигателем. И как оказалось, видимо перед продажей машины решили намыть подкапотное пространство какой-то химией. И вследствие чего залили блок управления двигателем этой химией. Из-за этого плата блока управления коротила на корпус. Андрей все отмыл, почистил, а место где коротило просто заизолировал. В итоге уже около года Андрей ездит без проблем. И в конце Андрей добавил, что он будет очень рад, если кому-то он сможет помочь с данной проблемой. Ну а сейчас немного добавлю от себя. Есть такие автомобили, у которых блок управления двигателем расположен не очень удачно. И плюс к этому еще не очень удачная конструкция самого блока управления. И отличный пример такого сочетания это именно автомобиль Chevrolet Lachetti с двигателями 1.6 и 1.4. На этих автомобилях блок управления двигателем расположен возле левого крыла в подкапотном пространстве. И нередки случаи, когда его буквально заливает от вращения колеса. Особенно при проезде глубоких луж на большой скорости. Так или иначе, некоторая часть воды может попасть на корпус блока управления двигателем. Ну и сама конструкция блока управления двигателем тоже не очень надежна. Со временем уплотнитель корпуса может перестать выполнять полноценно свои функции. И поэтому часть влаги может проникать даже внутрь блока управления двигателем. Но это еще не все. Плата в этом блоке управления двигателем установлена пленочного типа. И при сборке блока управления двигателем эта плата сгибается пополам. И этот сгиб получается в самом уязвимом месте. Туда попадают реагенты, влага и плата буквально сгнивает. Что приводит к проблемам в управлении форсунками и катушками зажигания. Поэтому если у вас не работают какие-то форсунки, либо катушки зажигания, то не спешите сразу менять эти самые форсунки и катушки зажигания. Первым делом желательно проверить присутствует ли импульс на этих катушках. Если импульса нет, тогда с очень большой вероятностью проблема заключается именно в блоке управления двигателем. Но если вам нечем проверить импульсы, тогда можете просто демонтировать блок управления, скрыть его и визуально проверить состояние платы. Делается это не очень сложно. В описании будет ссылка, как это сделать. Спасибо Андрею за предоставленную информацию. Пишите в комментариях, были ли у вас такие случаи. Но если вы хотите поделиться своей историей, тогда можете присылать мне свои материалы, и я сделаю такое видео.